Нет, я ожидал, если честно, F5 с переходом в голландку, но этого не последовало. Но все равно в какой-то момент, мне кажется, Алексей не сыграет F5. А, нет, в E5. Тоже любопытно. Взьму на E5, не буду связывать структуры. Могу поставить E4, могу пока не спешить сыграть C4. Наверное, так и поступлю. Я C2 кунде C5 на B3, может быть, и E4. Но все равно попробую пойти B3, в целом это очень полезный для меня ход. Вроде никакая тактика сразу мне не проебитает. Ферзь E7, тоже вполне стандартный ответ. Ферзь C2. Не до конца, конечно, Ферзь C2 удачное решение, потому что в вариантах слой черный слон может выскочить на F5. С другой стороны. Чего плохого в этом ходе тоже нет. С F6, Л1. Усиливают обе стороны свои позиции. Может быть, я хочу сыграть C5, C4, A5. Мне хотелось бы, конечно, поставить слон на A3 в каких-то позициях, но A4 это довольно серьезное ослабление. Не буду пока спешить. Конь G5, вероятно ли удачное действие, потому что после А6, конь E4, там черный могли провести F5, но в любом случае момент уже заигран. Слон F5. Ферзь C1 может поставить слон на A6. Ферзь E3. Это может получиться очень интересная позиция. Еще, кстати, подграживает конь A4, было бы неплохо этим как-то воспользоваться. Давайте попробуем Ферзь C1. Выглядит немножко уродливо. Да, и, конечно, на самом деле, Ферзь C1 не очень удачное решение. Надо было бы добавлять E4 сразу. Почему-то я думал, что там есть сильный ответ. Слон G4. На самом деле, после F3, конь A4, в черных конкретных вариантах, в конкретных вариантах, все не срастается. А6. Все равно, наверное, могу пойти конь A4. Да, просто B6. В целом, позиция после конь B6 должна быть очень выгодна для меня. Что сейчас на АЖ, просто конь A8. А если он уходит, то конь A4 обратно. Да, последовало. Владя A8, идея была в том, что у белых есть ход Ферзь E3. Наверное, действительно, он там есть. И вот, белый остается каким-то количеством лишнего материала. Нет, прошу прощения, слонов 8 я ход не видел. Все равно, конечно, можно взять на C6. Позиция белых выглядит привлекательно, но ничего сразу конкретного нет. А черные могут постепенно свои фигуры-то и раскрутить. Пойду слом B5. Просто материальное соотношение для белых тут весьма неплохое. Ну да, главное не на черном активизировать фигуру. А именно этим Александр и пытается заняться тут. Пойду Херзь D2. Уже подвисает на F2 в вариантах. Придется играть F3. Хотя не очень хочется. Возьму еще одну фигуру. Пожадничаю. Конечно, король на время остается без защиты, но... Личный материал только по лице не помешает. Да, Ж4 проводит Александр. Возвращаю Ферзь обратно. Е4. Сыграю слом B2. Такая длинная диагональ должна быть для меня хорошо. Это Ферзь D4. Внимаю, F6 придется играть. Интересно, могу ли я после Ф6 взять эту бежку на Ф6? Наверное, это, во-первых, слишком нагло. Во-вторых, не имеет большого смысла. Есть простой ход ФЕ. А, и к тому же еще, может быть, в вариантах есть ход B4. Хотя B4 не создает угрозы, потому что на БЦ всегда последует слон С5. Да, может быть, после Ф6 просто ФЕ. Ферзь F6 самая логичная. Последовала конь D7. Это, конечно, тоже возможно, но... Что у нас слон D7? А, слон С5. Очень красивая идея. А то там слон С8 в конце. Надо ли мне с этим связаться? Пожалуй, нет. Возьму на Е4 и поставлю слон D4. В целом, без Ферзей... Выгода отсутствия Ферзей в этой позиции в том, что черные не проведут никакой... Ну, я хотел сказать, что не должны провести никакой атаке нового короля, но все равно фигура Александра достаточно активна здесь. Конь идет на G5. Вроде бы без явных угрозов. Поставлю А7. Да, это достаточно неприятно. Слон на С5 хорош, но все равно явных угрозов не видно. А пешка на А7 продвинута далеко. Конь D4. Да, достаточно неприятно позиция. Сыграю король F1. А конь B3 просто ладья А6. Хочу и сыграть слон С6. Конь С2. Создаваю угрозу конь Е3. Кстати, весьма неприятно. Все равно пойдет сыграть ладья А6 и идти на эту позицию. Белок остается 3 пешки за фигуру, но слоны довольно сильны. Слон С6. Да, теперь уже 2 пешки за фигуру. Пешки все равно остаются достаточно сильны. Король С2. B5. B6. C5. Ладья А6. Идя возвращается. Возвращать ладью, конечно, не стоило. Теперь черные могли удачно это все заблокировать. Теперь король спивает С4. Это, безусловно, хорошо для меня. Сыграю ладья Б3. Не прошел этот трюк под сейт нот. Ну и придется играть во флаговодство. Это и удачно Александр занес. Ну, комментировать особо нечего. Почему-то не работает у меня в LHS. Должным образом. Ну да, снесли мне флаг. Довольно странное окончание. Субтитры сделал DimaTorzok.